Вам нравится город Брест? Да, нравится. Шазаман, а вам? Да, мне нравится Брест. Вам нравится русский язык? Да, мне нравится Брест. А вам? Да, нравится. За парты Брестского государственного технического университета. Эти студенты сели считанные дни назад. Но судя по тому, как ловко они обмениваются фразами, сомневаться не приходится. Базовый словарный запас получен. Фарман – 19-летний юноша, беженец из Афганистана. У него большая семья. О ней он рассказывает на незнакомом ранее языке преподавателю. Довольно уверенно в аудитории его отец, который тоже изучает русский. Без языка не представляется возможным устроиться на работу. Среди студентов и 34-летний представитель республики Эритрея. Несмотря на то, что приехали они уже довольно давно, изучать русский язык начали недавно. Буквально два месяца назад мы занимались с детьми семьи Фармана. А сейчас неделю мы занимаемся русским языком вот уже со взрослыми представителями. Хочу сказать, что мотивированные изучать язык хотят. Он им нужен. Они это понимают. Что без русского языка невозможно жить, работать в нашей стране. Адаптироваться к новой среде крайне сложно, не владея языком страны пребывания. Осознавая этот факт, представительство УВКБ ООН совместно с детским фондом ЮНИСЕФ подарили возможность беженцам, проживающим в городе над Бугом, изучать русский. В этих целях в Брестском государственном техническом университете был открыт языковой центр. Официальный старт работы, оснащенного по последнему слову техники кабинета, ознаменовало перерезание ленты ректором вуза вместе с представителем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь. Возникло вот это предложение, и мы начали его реализовывать, и вы видите, получился результат. Это имидж, это авторитет, это реклама университета и так далее. Поэтому, открыв такой класс, мы гарантируем подготовку, скажем так, людей, которые изучают русский язык, возможно, другой какой-то язык. Мы довольно серьезно подготовились к началу учебного года, поэтому никаких срывов, никаких проблем. Подобные языковые классы для беженцев есть в столице, в Витебске и Гродном. В своей очереди дождался Брест. На данном этапе главное, что процесс запустился. Будем работать непосредственно с этой классной комнатой. С увеличением числа беженцев может появиться необходимость создания новых центров. В этом случае не вижу преград. Будем расширяться, искать новые возможности, чтобы люди из других стран изучали русский язык. Одним из пунктов визита делегации была встреча с руководством Брестского областного исполнительного комитета. Представителями ОВД, Управления по гражданству и миграции. В рамках встречи обсудили проблемы насущные. Заместитель председателя Брестского облсполкома Леонид Суприк ознакомил участников открытого диалога с картиной на Брещене, приведя статистику потока переселенцев в текущем году. Рассказал о представителях тех стран, число которых превалирует. 25 граждан Украины, 25 граждан Таджикистана, 8 граждан Афганистана, 3 гражданина Российской Федерации, 2 гражданина Российской Федерации, по одному гражданину, по одному гражданину Исламской Республики Патистана, Эритреи, Болгария и Хорватия. Всего в этом году в Брестской области статус беженца имеет 9 граждан Афганистана. В рамках международной встречи делегация пообщалась за круглым столом с представителями городского совета депутатов и детского молодежного парламента. Тема беседы – город Брест на пути к тысячелетию. Открытый диалог позволил найти варианты осуществления планов по подготовке к долгожданному празднику. Под пристальным вниманием уже сегодня воплощение молодежных проектов. Мы делаем большую ставку на нашу молодежь, потому что им сегодня 17, а через три года будет 20, и они будут полноправными участниками подготовки к этому важному мероприятию. В результате сегодняшнего диалога и круглого стола мы надеемся, что молодежным парламентом будут выработаны конкретные рекомендации по их участию в предстоящей работе. Насыщенная программа визита делегации в областной центр дала толчок для новых начинаний и стартов, а потому не исключено, что не за горами воплощения интересных планов и задумок.